Всем привет, с вами Райвный, сегодня мы продолжим проходить игру под названием Assassin's Creed. И ложись. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты. Я жив? Но вы ударили меня. Чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Аль-Таир? Ради чего сражаются Ассели? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости. И самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малек считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех приберегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш Орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу Д'Асаблее. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное твоя задача. Нифига мне не рассказал. Потерян меч. И скрытый клинок. И быстрое убийство, и ножи. У меня все отняли. Что за дела? Беги давай. Ну. От кого он убегает? Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет. Так не получится. Ступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. Ладно. Хотя, если бы я сказал, кто это делал бы, пошло быстрее. Он бежит от кого-то. Намного быстрее. Он кого-нибудь убьет. Значит, сейчас мне надо подслушать, да? Или что этот значок означает? Интересно, что он затеявит? Для чего он это делает? Наверное, опасно. Что на него нашли? Деревенщины еще эти. Так, где? Чего это нарванулся? Зачем он это делает? Так, где скамейка-то? Что это? Там еще что-то было. Куда он так спешит? Два флага. А вот и скамейка. Присаживайся. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Му-Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит Корзинщик. Это не причина молчать. Ах, Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с Корзинщиком, а выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не иначе в одной из своих же корзин. Корзинщик. Пойдем выбивать дурь. Он похоже спешит. Что заставляет его делать? Так, стоп, это где? Ты тут заберешься? Извиниться, пацаны. Для чего он это делает? Какой странный человек. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Так, разойдись. Все, бежим дальше. Письмо можно было бы и прочитать. Ты увидишь! Зачем это дело? Вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Как старт. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал нас. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Уединенное место последовать. Я могу и дольше его потом избивать. Даже когда заговорит. Чтобы он потом больше никогда не говорил. Он мог бы идти быстрее. Намного быстрее. Ты хочешь драки? Ты чего меня убьешь-то, скотина? Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори и поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Аль-Таир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Айти торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Все, бери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Ну, я готов уже. А, скрытый клинок мне тоже вернули. А я возмущаться уже хотел. Зачем забирали? Все равно вернули. Альтайр быстро. Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Я и сам-то не умею. Тем более, я тоже новичок. Великолепно! Работа мастера! Вообще... Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Я учил их. Комбо-убийство. Мр... Я! 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 Понимаю, у тебя много дел. Отрублю голову! Выход. Да. Понимаю, у тебя много дел. Очень много. Девятерых нужно замочить. Так, что там у нас? По графику. Вы должны не праздновать бежать клинок. Вы должны стать с ним одним целым. Дайте мне лошадку. От кого он убегает? Он, похоже, втишень. Ну-то я так очень долго буду бежать. Может, за ним кроме-то кто-нибудь. Интересно, что он затеял? Куда он подпишет? Думаю... Ну, зачем вот ты сюда забрался, а? Кто выпендривается? Перед девушками? Да они вроде не такие уж и красивые. От кого он убегает? Он точно кого-нибудь убил. Чёрт, дурак совсем выжил из дома. О, во. Куда он пошел? Скачем. Зачем ты достал на мяч, а? Спрячь. Пока не поранился. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких храбов. Да! Воу. Это свои стоят? Вроде да. Давай поползаем. Поползаем. Не так уж и далеко. Ну и чего ты остановился? Садимся на лошадку. И скакать надо очень далеко. Я не вижу смысла всё это осматривать. Просто будем скакать. Что происходит? От кого? Потому что их слишком много. Так, я туда скачу вообще, да? Воу. Туда. Хорошо. Теперь. Тоже туда. Значит, так-так-так-так, а потом налево. Ладно. Я! Габ прямо скачивал. Никуда не сворачивая и не поворачивая. Ну вот. Я уже сбился. Все верно. Вроде да. Отлично. Так долго скакать. Задолбаешься. Нарю, не дайди! У них же нет лошадей. Ты так не возьмёшь его? Да! А если бы не взял, то я бы не стал сладить с лошади. Вроде какого-то жалкого флага. У них много. Да, почти доскакал. Это хорошо. Потому что сколько можно уже скакать? Прыгнищем. Прыгнищем. Да, я сделал это. Я доскакал. Ух. Это было сложно. Метательные ножи поражают врагов издалека. Да у них их даже нет. У меня всё отжали. Теперь я бедный ассасин. Воу. Да можно было и напрямик. Воу. Воу. И делаем что нам угодно. Не трогай меня, пожалуйста. Давай, спасибо. Давай тебе. Ты лучший спаситель. Нос! а а он надеюсь но лучше не рисковать я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа вы были очень добры молодой человек и будьте уверены я этого никогда не забуду кто мог сделать такое так подбегаем пацаны вы же меня проведете в город вы же туда идете хотя можно было и через верх у меня есть все нужно я уверен взгляни и убедись не можно было попробовать их всех раскидать да расходитесь монахи идут или ученые все может не скрываться можно не скрываться что ты выбрал правильное место ты правда очень мудр скидки на все товары надо осмотреться уходи что нибудь привильной уходи смотрите мой товар все принимайте мне граждане ты все понял да доставить письмо вашему другу торговцу ты знаешь кого искать того же кого и всегда не вздумай выдать мое присутствие в городе у нас много глаз много ушей дай много рук чтобы затыкать тех кто много болтает я все это знаю даю слово ладно и побыстрее у нас мало времени и не дошел ничего поверь здесь найдешь все что тебе нужно оставь меня в покое ради аллаха да и правда очень мудру да творите оборачиваешь тебе нигде не найти товар лучше уверяю тебя старый дурак эй ты да ты подходи и посмотри мой товар так надо забраться наверх хочешь хорошую сделку она ждет тебя подходи подходи ну ничего ты внимайте мне граждане если вы устали от низкокачественных товаров похоже ты точно знаешь что тебе уже не господу сражай за то во что мы верим когда прыгнешь что ли нет участи ладно я не верил в тебя если вы устали от низкокачественных товаров что он больше не хочет забираться если ричард захватит яху его уже не остановить он войдет в иерусалим мы не должны дать его возможности сделать это осматриваемся так что тут у нас спасти горожанина горожанина гонка 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 ладно можно по пути это очень мощно спасти г для этого можно неверный за это дают что нет не трогай меня пожалуйста осторожнее умри неверного на помощь на помощь на помощь на помощь на 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 это все из-за себя ты лишний а это был последний надеюсь но лучше не рисковать я поспешу домой и еще долго не буду высловывать оттуда носа вы были очень добры молодой человек и будьте уверены я этого никогда не забуду убийца раскуливая красава к их спасаю вот эти что появляются причины считается передвижным укрытием да наверно не появляется он нашел люди подходит подходит смотрите мой товар все светло и пасли святого приятного уйди здоровье а а а а а Пишите! Позвольте убьют человека! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! На здоровье! Что это? Наблюдатели? Где тот, кто заварил эту кашу? Информатор мой! О, нет! Ужасно! Где тот, кто заварил эту кашу? Вообще, кто, ужасно, что здесь произошло? Что здесь произошло? Упакой его души! Кто это сделал? Там еще один пришел, что ли. Буду их убивать по всему городу. Да? О, нет! Хм! Хм! Ты кто? А, я от себя вольнусь хотел. Мир и покоя тебя, Альтаю. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Ммм, боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. А что мне полторы минуты? Ах, не допрыгнул. Ну, или допрыгнул. Флаг есть. На помощь! Помогите! Умри его! На помощь! Помогите! На помощь кто-то спасет. Заверт. Спасет, блин. Вот этот храмный человек. Ты что ли, мой женой? Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Продолжение следует...